Сегодня у нас опошня лекция с цикла, по-другому, не опошня, история Беларуси в европейском контексте, и названа она «Разорванная память. История анти-история Беларуси», потому что, в принципе, история – это то, что мы про нее написали. Что написали историки. Потому что, как было у соправности, не видно никто, кроме Пана Бога. А историки он за счет и интерпретует. А историк, который интерпретует, он повязан с громадством. Он имеет некие погляды, и он абсолютно несвободный. Не может быть, в принципе, историк объективный. И мне просто бывает, что-то смешно, когда некоторые мои коллеги апеллюют на объективность, что они пишут правдивую историю. Какое, сейчас повторюсь, я верю, я только... Это называется «Быть принадлежным до цеха». Значит, «Рабить речи певной якости». Это особная говорка, хотя связанная с нашей темой. Я коротко напомню, про что вы говорили все это попередние 7 разов. Это початки истории Беларуси, которые одразу показали, что мы – краяна погранича в многих сенсах. В этих сенсах – природная погранича, это ботаничная погранича, лес хвоёвый переходит в листвовый в Российской области. Это водопаделы. От берега сюда витебская наша краяна перерезана водопаделом помеж бассейном Балтыйским, бассейном Черноморским. Это этничная межа помеж балтами и славянами. Это религиная межа, в основном помеж католицизму и православием. Это цивилизационная межа помеж Заходом и Усходом Европы. И вот это наш лёс тысячагодовый. Мы про это говорили, напомню, что одна из первых лекций была про выбор Захода. На початку мы были под плывом Византии. Где-то от конца первого тысячегодца нашей эры это и христианство по усходнему обраду, и письмовость, пронятая от византийских монахов Кирилла и Мефодия и архитектурная традиция. Але от середины 13-го ста годца по причине ослабления Византии, у смысления Захода и его наступа в разных формах, мы начали ориентироваться на Европу. У нас появлялись первые материальные свечения про это. Например, отечные помники, Каменецкий столб, такие столбы были у Городни, на Лаградку Шчатовка осталась, в Турове, в Берещи, это замки кастелей, в Лидзе, в Крэве и так далее. Это декларация наших господаров об тем, что мы принимаем католицизм. Миндалк дал декларацию, что стал католиком, потом отмойнулся, потом декларовал Вичень, потом декларовал Альгерт, Гедемин декларовал. А в решті-решт, Кайрилла это принял, в 1385 году подписал Шакревскую унию, это означало политический акт, потому что, в среднем, вся политика была в форме религийной. Политический акт, декларация долучения до западной европейской цивилизации. И другий перелом, другая змена, наша ориентация, это конец 18-го стагоджа, когда уже нас не пытали. Уже не эволюционная змена цивилизации, а гвалтовная, когда нас забрала Россия и почала отсекать от Европы. Все памятники, в школе учили, что раз долучение, выключение белорусской земли в Россию, они оказались выключены в общий европейский рынок. Помните эту фразу с подручников, что мы вошли в повольно российский рынок, правда, никто не пишет, что этот рынок был нашмат меньше развитый, чем тот рынок, от которого нас вытянули европейский. Мы до этого были в европейском рынке, а нас перетянули в российский. И что интересно, россиян, по походу, у него и коллега Андрей Киштыбов, контрактор исторических наук, и он доказал, что как раз у часы Российской империи Беларусь не была отсталой окраинной этой империи. Она была передовой часткой краины России у сельско-господаршей продукции. Это другая речь. И вертает, что те сегодняшние темы, то, про что я сказал, непосредственно связано с этим. То, что мы представляем субъектную, я представляю субъектную историю Беларуси, это история, историки пишут историю спасицы народа своего. Мы представляем историю краины, в которой наша краина, наш народ является творцем этой истории, субъектом. И мы на все глядим с пункта гляджения беларусов. Это нормальная речь. Когда некто с коллегой говорит, давайте быть объективными, это значит, что он глядит с пункта гляджения России на эту историю. И у нас парадокс такой, что мы отримались на сутыку сегодняшних цивилизаций, а для нас это союзники Москвы и рабовники, и бандиты. Головная проблема сущностной беларусской гистографии это спричность помеж второй российско-советской концепции Беларуси, которую ранимало Лукашенко на дату в 1995-м годе, год после пристряда Уланды, и наившими напрацовками гистричной науки. И вот еще этим связано то, что, потом я этот тест буду развивать, в Лукашенкоской Беларуси экономическая гистричная наука отлучена от системы эдукации. То есть люди, которые представляют историю краины с пункту гляджения, рации стану краины, они отчетчены от системы эдукации. Я, например, не могущественно выкладывать в Градзянский мир сутеч. Маю могущественность в Варшавском, в Градзянском не. Так само и в шерах моих коллегов. Человек, который проявился как историк субъектный, который эти погляди свои передает студентам, автоматично становится когда-то там на звольнение. И вот тому мы вымышлены контактовать с громадством, работать угловно громадством просто иншие формы от указа. Вот это, например, публичная лекция, например, интернет, это, например, незалежное водоветство. Вот им немалая заслуга масштаба общей краины Павла Можейко с водоветством Градзянской библиотеки. И вот ключевые темы истории Беларуси, по которой иснует вот эта розница помеж частками гистрографии. Поведно, покольки наша политичная система ориентирована на Россию, то гистоники, которые обслуговывают эту систему, официоз, и они представляют историю Беларуси с пункта угрежения России в основном. Вот эта розница помеж гистрографии колониальной, або постколониальной, и гистрографии субъектной. Вот это основная тема, которую мы худенько зараз развлечим. Чем розница? Гистрография субъектная, и гистрография официозная. Это нагидаст Беларуси, Полоцко-Трусское князство, Великое князство Литовское, включение Беларуси Российской империи, Беларусская народная республика, Беларусско-Саветская статистическая республика, другая счетовая война. Это ключевые темы, которые оборудовалось присутствовать у каждого подружного, темы, на которых учат наших деток и учат студентов. Может быть, это не новина, но все мы про это догадываемся, а я это подаю таким стислым, системозованным планом. Стародибы, которые присутствуют в участии официозной гистрографии, что Беларусский народ выник политической раздробленности Киевской Руси. Она раздробилась, оттуда ослабела и ее разорвали. Монголо-татары напали, закопили Россию, и Украину, которым можно смагались о супртатанское иго, а скористовавшись ослабленным Киевской Руси, литовинские феодалы оторвали заходные земли этой державы. Я тут уживаю слово не литовские, а литовистские, потому что в этой концепции уже три литовцы 12-13 стагодзе это сегодняшний литовист в этой концепции. И отрыв от Руси стал причиной формования особенных этничных рисов белорусов. Вот тут креется таки время цикавый психологичный аспект офицейной концепции отмогенеза белорусов. Что белорусы сформировались в вынику негативной зьявы одорванности от Руси, в вынику заход. И значит отсюда психологичный посыл это не доход выправить. Знов чернаться в один народ. На протягу исчезнования Великого князства Литовска белорусы смагались заузъединение с Российским народом. Один субъектный историк написал про эту концепцию подручника официозного истории БССР официозную что коли прочитать этот подручник разделы просвеченные Великого князства Литовскому то оттуда ваникаем что белорусы от тринадцатого года от момента попадания под ладу литовских кандалов разпочали змагания за взятнание с российским народом потому что верили что 25 кастришника 1917 года он разом вызволят санжи от обраган деталей и в одном месте они с иранцами от этой мешанки в прошлом выгляде отримались украинцы в другом месте они двум графинами отримались российцы в третьем месте они пришли на землю Балтову перемешались отримались белорусы зараз спрички идут и это чисто науковые спрички улиц не позволяют поширать его культа а не выкорняют инерция советских часов другого боку в официозе справа проставить его как не белорусская как польская хозяйка его принизить его дегларифика его облить брудом его все пантеона выдавить и вот я прикол подручник для белорусском языковых школ 10 класса написан я позднее данного подручника на наступном слайде покажу потому что он не продается в книгах мне послала наставница со школы я почитал ее дославно заново вот Трошчанок после годовной отчулиния тут таки Яков Трошчанок это человек который выкладал в Магиревском пединституте магистр факум который написал кандидатскую диссертацию али не оборонил и его трамплином для его карьеры стало тое что он поставил двойку молодому студенту Лукашенко вот и молодый студент Лукашенко снявши зубы выучил эту историю пошел сдав на пятерку и заховал души повагу для этого человека и когда стал президентом выкликал этот диссионера без науковой ступени и сказал Яков Иванович давай вот новую концепцию страны истории надо собирай команду давай Яков Иванович говорит нафиг мне команда не надо я сам и почав штамповать и вот этим учебнодопоможник истории для белорусском мовных школ им есть подраздел специальный гестрографичный мид правикенция Кастуся Кальмовского что никаких объективных подставок перетворения Кастуся Кальмовского национального героя белорусского народа не существует башни реальный приклад по делу в этой гестерожатке история это анти история Белоруссии и вот я данные подружки как ни было сомнением врачах на той самой стороне пишется слава генерал Михаил Морай был не только вешенником а ле тряновитым администратор и организатор вот в наступных выданиях слово вешенник выпить останется только администратор и организатор ось данные помнят история Белоруссии со старых часов до кастрищика 17-го года эти авторы Трошчанок Воробьев Волжанков подредакция Трошчанка и еще перекладчики Воронович Саламаха Слаута то есть они не могут писать по-белорусску и этим так само выразно выделяется по тем нашей исторографии когда вам трапляется у Белоруссии написанная белорусским историком книга по истории Белоруссии по-россейскому подозрона дает ставочися это одна таких предметов что это официоз одновременно подозрона 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 доброе иллюстрировали Можейко Муховский в аргентской вируссии доброе иллюстрировали заключение хорошее уступ Сталинчука в 70-е годы город не назирався массовой энтузиазм працованных я памятую учебщик физкультуры Высоцкий с кожаного огня это так Бойки были район на район это так но про массовую энтузиазм працованных ничего не могу сказать все со советским подыходом однако покрыли шапила почему не пришли ко мне не посоветовались и они были выдалены с университета этой историки с копом но зараз их принял варшавский министр тому это трошки не так страшно казалось и дякую шапил люди поднулись в одном из дальнейших университетов Европы вось и дякую тому что зараз в иншые часы мы маем доступ до людей по-перше у нас не тоталитарная держава а авторитарная в умовах Советского Союза нас бы повязали на первой лекции именеющих слухачев так или нет старые люди вось зараз все-таки такая мощность слухают послуховывают товарищ майор одуховываются это на здоровье вось але все-таки маем мощность маем интернет который не так легко задушить маем незалежные выдавец которые могут друковать книжки и за мяжой и якосно погодите там полиция заняты выдавец там Горьянская библиотека восьмиде восьмиде Продолжение следует...